Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Ребят, я знаете с чего начну? Я вот с утра тут лазил, смотрел, что у меня изменилось за... Ну, пока я спал, как говорится, да, и получил сразу два письма. Я не скажу куда. Я не открываю ни свой e-mail, ничего. Ну вот, пробились парни, нашли меня, да. Вот, одному 21, другому 25. Оба хотят уехать. Не в Америку, вообще просто. Вот, из России хотят уехать. Вот, и спрашивают у меня разрешение. Причем один тут даже написал, пожалуйста, мое письмо не читайте. Я письмо читать не буду, ни того, ни другого. Вот, просто вот я, во-первых, напишу свой ответ, да. Значит, прикиньте ситуацию сначала, да. Значит, парни молодые, ну, 21-25, да. Образования особо нет никакого, какой там, вот, опыта нет. И вот как, как уехать. Но они понимают, что нужно уезжать. Вот что. Это вообще удивительно. Это такое вот прям в один день, да еще два письма, да, молодежь начинает соображать, что к чему. Ребят, вот для вас. Одному я ответил. Во-первых, погуглите Work and Travel. Есть такое. Work and Travel. Есть такая программа. Во всяком случае, она раньше была. И вот в последнее время я все что-то чаще, чаще ее встречаю. Вот. Посмотрите, как это можно организовать, как это можно устроить, уехать. Если она вообще осталась, да. Во-вторых, вот один вообще пишет, один из них, я уж теперь не буду говорить, кто. Он не пьет и не кует. Ребята, не пьющие и не курящие мужики ценятся вообще везде, во всем мире. Тем более, ну вот, во всяком случае, у нас вот в Америке, да, на брачном рынке, как говорится, да, потому что, ну, не секрет же, что в России очень многие пьют и курят. Ребята, вот. Если не пьющие и не курящие, ну, поищите себе подругу как-нибудь. Не обязательно в Америке. Вообще на Америку сразу не замахивайтесь. Вот. Посмотрите, что-то рядом. Я вот тут недавно что-то говорил про Германию. Вообще уехала 50-летняя женщина. Но, понимаете, она, она мудрее, она опытнее в 50 лет. Все равно это все было на пора валить. Ребята, первый шаг вообще, это нужно зайти на пора валить и посмотреть. И вот так вот через себя пропустить, пролистать вот эту вот информацию, как и что, как вообще люди уезжают, понимаете. Вот. Ну и, ну, насчет брака я уже сказал. Насчет учебы. Есть тоже, у меня даже на сайте есть очень много, как учиться за рубежом практически бесплатно, ребята. Ну, есть такие варианты. Ну, как-то воскребываются. И опять, и это в пора валить есть. Я вас уверяю. Смотрите, ищите. Вот. Ну, ладно, все. С этими парнями закончили. Дальше. Я вчера, значит, обедаю, да, и вдруг, ну, так, в полуха слушаю, что там по телевизору говорят, вдруг бах, значит, погода. И, значит, дикторша говорит. Ну, такая-то у нас будет температура. Это на 20 градусов ниже обычной. На 20 градусов. Ну, через 4 секунды я сообразил, что в Америке градусы другие, это Фаренгей, да, это, значит, 9 примерно градусов. Но все равно, ребята, на 9 градусов погода ниже. И сейчас вот у нас на улице минус 7, понимаете. И у нас даже прохладно вот как-то в комнате. Вот. Там работает этот обогреватель. Ну, чтобы дом натопить, это много нужно все-таки времени, да. Вот такие дела. Так что с погодой у нас, и вообще, почему такое происходит, я понять не могу. Многие тут пишут, что у меня, у нас в Чикаго, как в Сибири. Да, ребята, мы же находимся на широте Баку и Стамбула. Можете представить? Баку и Стамбул. И такая холодильная. Это вот чайуха там торчит. Это точно Гришка там торчит. Гришка, ложись, не мешайся в кадре. Ну, все, 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 все. Ну, все. Так, ладно, что у нас еще тут есть? Глава аппарата Белого дома отказался давать показания в Конгрессе. Отказался. Не будет он давать. Почему, я не знаю. Сама советник пока не была вызвана на допрос, но признала, что ее не особо волнует этот вопрос. Да. Ну, посмотрим, что будет. Так. Российский авторынок в октябре резко упал. Я вчера говорил, что он немножко упал. Нет, он резко упал, ребята. И снизился аж на целых 5%. Это много. В деньгах это вообще мрак. Так. Цемах. Вот мне вчера скинули ссылочку. Цемах готов дать показания украинским и голландским следователям. Но только в ДНР. Адвокат это за него. Помните тот самый Цемах, который... Ну, который имеет отношение к сбитому Боингу. МН или как он? MH17 над Донбассом. Ну, посмотрим, что будет. Да, вы помните, что он стал участником обмена заключенными. Его обменяли и так далее. Но если он будет давать показания, и действительно, те показания, ну, правдивые, то это может России очень плохо обойтись. Так. Как похорошели сочинские больницы при Владимире Владимировиче? Алексей Навальный пишет. Политика. Ролик целый создал. На Сочи, вы знаете, очень много денег угорохали. Вот. Но, тем не менее, тут такой мрак. Тараканы бегают стаями в палатах умирающих. Причем тут, ну, я просто, я зашел туда, ну, на ролик, у него же ролик есть, не только статья, да. Я зашел на ролик, и вот многие там, ах, ах, ой, какой кошмар, какой мрак. Ребята, я хотел написать, ну, плену, не стал, а вот вам скажу. Ребята, ну, всегда такое было в медицине. Сколько бы денег туда ни вбухивали, они все расходятся по начальству. Это сейчас. Вот. А раньше было просто медицина, это по остаточному принципу. Нечего даже удивляться. Прям удивились. Ох, тараканы, а то. Пресс-секретарь Кадырова обвинил в необъективности журналистов BBC. Вот, которые перевели, значит, то, что он говорил там, значит, выступление на встрече с правительством республики. То есть, то, что Кадыров сказал, что нужно убивать там за то, что там, ну, как он сказал, убивать, сажать, пугать тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями. В Кремле отказались проверять, а вот пресс-секретарь сказал, что они не это, они не знают чеченский язык и все переврали. Ну, не знаю. Какая проблема чеченский язык? Это что, какой-то особый язык, что ли? Наверное, мне кажется, они все правильно перевели. Ветка метро Будапешта перекрыта из-за фанатов ЦСКА. Там фанаты ЦСКА приехали. Вот, забрались в вагон поезда, держат его на станции, не давая отправиться. Ну, это вот вагон, который должен ехать на стадион, да? Ну, в смысле, весь поезд, конечно, на стадион. И, в общем, тут вызвали полицейских и задержали. И, в общем, не знаю, что будет теперь. Не знаю. Русский, что? Русский мир. Господи, а это у меня еще что такое? Газета РУ. У меня так и не работает, ребята. Газета РУ. Я тоже здесь вот оставил. Я вчера там, по идее, должна была быть большая статья насчет вот этих фанатов ЦСКА. Вот, я на всякий случай оставил ссылочку. Но газета РУ у меня не работает. Я не знаю, что с ними. Так, Лент-РУ работает. В США нашли десятки угрожающих земле климатических бомб. Знаете, смысл какой? Есть довольно много источников метана. Ну, то есть, вот, как сказать, что это за источники? Они рукотворные, да? Суперисточники. Антропогенные. То есть, это, ну да, рукотворные. И вот, если сейчас вот будет вот это вот потепление, да, то этот метан будет вырабатываться гораздо сильнее. Не знаю, вообще, о каком потеплении идет речь, если у нас похолодание резкое. Вот в Чикаго уже, наверное, год наблюдается похолодание. Вот. Ну, вот они, значит, ученые считают, что если таким же образом будет меняться атмосфера, то вот эти источники метана, они дадут, в общем, очень большой объем парниковых газов. Вот. И это еще сильнее повлияет на атмосферу. Да, вот они пишут. Наибольшие опасения вызывают скопление газа в вечной мерзлоте, при тайне которой в атмосферу могут попасть огромные объемы парниковых газов. Ну, не знаю, посмотрим. Да, с климатом что-то не то творится, ребята. Это уже однозначно. Пакистан решил вернуть России долг советских времен 90 миллионов долларов. Че это они вспомнили-то вдруг? Че-то вдруг вспомнили. Не знаю. 90 миллионов. Там миллиарды прощают, а они с какими-то несчастными 90 миллионами начали прыгать. Журналист Росбалта стал обвиняемым по еще одному уголовному делу. Александра Шварева объявили в международный розыск. А че он такого сказал-то? А-а-а! В общем, там он якобы клеветал на Алишера Усманова. Ну, этот миллиардер, друг Путина, да? И там компьютеры изъяли. А он писал о том, что, смотрите, за полгода до этого бизнесмен добился, Алишер Усманов, добился удаления трех статей в интернете о своих связях с преступником, значит, вор в законе, Шарко молодой. Вот. И, в общем, теперь ищет вот этого журналиста. Ну, и он куда-то очень удачно свалил. Так. Полиция Петербурга начала поиски сына, топ-менеджера, дочки Газпрома. Мы якобы украли, значит, этого сына, а оказалось, не украли. Они связались с отцом, а он сказал, да, говорит, он со мной вместе в Крыму. Он сбежал в Крым. Они с матерью никак не разделят ребёнка. Ну, вот он его просто украл из садика и всё. Вот так. Ещё раз, кстати, украли из садика. Просто украли. Умер правозащитник Сергей Шаров де Лонне. Я его не знаю. Ну, вот какой-то правозащитник умер и сколько ему? А-а-а, у него это, онкология, ребята. Ой, мой ровесник, 56-й год. Онкология. Да. Жалко. Макрон представил три сценария развития России. Чё-то у него вообще крыша поехала. Начал чё-то за Россию говорить, какие сценарии. Россия может восстановить статус супердержавы. Да ну чушь какая-то. Какая там супердержава, господи. Тараканы по больницам. Самолёты сегодня, ребята. Самолёт совершил экстренную посадку в Москве из-за тех неисправностей. Какой самолёт? Сухой суперджет. Неисправность механизации крыла. Да. Он выполнял рейс из Ростова в Москву. Улетать инцидент, и никто не пострадал. Судно село в штатном режиме. Ну, хорошо. В аэропорту Хабаровска загорелся двигатель-самолёт. А чё он загорелся-то? Какой самолёт? Не пишут. А, Эмбайр-190. Да, сообщается, что пассажиры и члены экипажа были эвакуированы. Никто не пострадал. Да чё это такое, каждый день-то. Следственный комитет возбудил дело. Ну, опять самолёт. После того, как пилот пустил знакомую, заштурвал самолёт. Нормально так. Летел Ан-24. Компания Ир Аэро. И во время пассажирского рейса он пустил заштурвал свою знакомую. Она там фотографировалась. Всё выложил в интернет. Идиоты. Идиоты. Умер, друживший с Тигром Амуром, козёл Тимур. Ну, помните, да, эта история была большая. Ну, вот умер Тимур. Всё. Друг Кокорина Имамаева вышел на свободу. Ну, это опять про козлов. Вышел он на свободу. Эти вышли, а этот отсидел положенный, там, сколько-то ему месяцев, дни и часов. Росстат назвал долю ведущих здоровый образ жизни россиян. 10 процентов. 12. Не пьют, не курят. Больше всего в Ингушетии. 48 аж процентов. В конце списка Тува, Ненецкий, Автономный, Чукотский, Хабаровский, Забайкальский. Там вообще по проценту 1-2 процента. Маловато. Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей. А чё ж так, а? Раньше на скорую уходили под заработки. Та ж там хорошо платили. А сейчас, ну, надо же, больше всего, да, больше всего со скорой помощи. И вообще сейчас скорую не дождаться, ребята. Ну, это плохо. Сбербанк решил создать помощника врача с искусственным интеллектом. А при чём здесь Сбербанк? И вообще зачем врачу помощник с искусственным интеллектом? Чё он будет его делать-то? Чё он с ним будет делать-то? Непонятно. Умный помощник, который сможет диагностировать заболевание, предлагать лечение. Ребята, вы нормально врачей учите, да? Что было, как в Америке. Вот тогда они сами будут диагностировать и предлагать лечение. А сколько вам нужно миллиардов-то на это? Ну-ка. Интересно, интересно. Сколько, сколько миллиардов? Не говорят, не говорят. Ну, миллиардов сорок. Это так вот, по моим понятиям, примерно, сколько банку потребуется. Да, где-то миллиардов сорок. Ваших, ваших миллиардов, ребят, ваших. Ну, всего хорошего. До свидания. С вами доктор Влад. Ещё встретимся. Пока.